Сегодня в белорусское СИЗО может попасть даже в самый далекий от мира криминала человек. Достаточно выйти на улицу в одежде определенных цветов или хранить на балконе коробку от телевизора. Друзья и родственники в такой момент часто оказываются в растерянности, хотя именно они могут помочь своему близкому человеку. Как? Конечно, передачами. Если освобождение наступит не скоро, важно знать и понимать, что можно передавать в СИЗО, чтобы максимально облегчить быть заключенному. Давайте сегодня разберемся, что именно нужно передавать в изолятор сразу после задержания, что необходимо в первые часы. Изначально важно ознакомиться с условиями изолятора, в котором содержится ваш близкий человек. В некоторых СИЗО передачи могут передавать только близкие родственники. Итак, при себе нужно иметь свой паспорт. По нему установят вашу личность, а также проверят, есть ли в нем отметки, что вы являетесь близким родственником задержанного, супругом либо родителем. Возьмите с собой оригинал документа, подтверждающего близкое родство с задержанным, свидетельство о заключении, о заключении о браке, если из паспорта не следует, что задержанное лицо является для вас близким родственником. Взять нужно также листы бумаги и ручку, чтобы оформить акт приема-передачи. Будьте готовы указать вес передаваемых продуктов в акте приема-передачи. Для этого сохраните чек из магазина. Все, вы готовы. И теперь, что же нужно первоочередно человеку в СИЗО? Передаем сменную одежду. Она должна быть без шнурков, завязок, ремней. Для этих целей вполне подойдет спортивный костюм. Помните, что в каких-то камерах жарко, в каких-то холодно, поэтому передавайте теплые и летние комплекты одежды, шорты плюс майка, штаны плюс кофта. Не забывайте про нижнее белье и носки, чулки или колготки, не более двух пар. Также заключенному пригодятся перчатки или варежки. В них очень удобно брать металлическую кружку с кипятком и не обжечься. Носовые платки также приветствуются. Обувь. Она должна быть без шнурков и супинатора, поэтому передавайте тапочки, поскольку может оказаться так, что обувь забрали при задержании и человек остался босиком. Проверить, есть ли металлический супинатор в обуви, можно, приложив магнит на стельку в районе пятки. Туалетные принадлежности. Туалетное мыло, хозяйственное мыло, жидкое мыло или шампунь, зубная щетка, зубная паста, пластмассовые футляры для мыла и зубной щетки, крем, расческа, туалетная бумага. Вещевой мешок или сумка. Сумка должна быть большая. Она пригодится в случае переезда из камеры в камеру, либо и вовсе при сборе на этап. Очки и пластмассовый футляр для очков. Есть ли у человека плохое зрение и есть об этом документы. Косынки, бюстгальтеры, марля, заколки, вата, гигиенические тампоны, косметические принадлежности. Все это нужно передать для девочек. Мочалка или губка. Заключенным положено баня один раз в неделю. Правда, не всегда это предписание выполняется. Шариковая ручка и стержни к ней. Простые и цветные карандаши. Заключенная большую часть своего времени отвечает и пишет письма. Бумага для письма, ученические цетради, почтовые конверты, открытки, почтовые марки. Постельное белье. Допускается один комплект, но могут и не принять. Небольшое полотенце. Если положили огромное банное, будьте готовы к тому, что его порвут на кусочки. Книги, учебники, учебные пособия. Настольные игры, шашки, шахматы, домино, нарды. Это тоже отличный способ скоротать время. Лекарства по назначению врача. Бытовой электрический кипятильник, мощностью не более 500 Вт. С его помощью можно заварить чай, кофе, либо супы и каши быстрого приготовления. Табачные изделия и спички. Сигареты пригодятся даже тем, кто не курит. В СИЗО это ходовая валюта. Все упаковываем в прозрачные пакеты. Спички и коробки от спичек кладем в два разных пакета. Продукты питания. Общий вес продуктов питания не должен превышать 30 кг. Друзья, на сегодня это все. В следующем видео мы подробнее расскажем про продукты питания, нюансы при их формировании, о странных запретах в СИЗО. Разберемся, что можно, а что нельзя передавать заключенному. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и отправляйте это видео тем, кому оно будет полезно. А также пишите в комментариях, о чем нам еще стоит рассказать и задавайте свои вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин